Международный день кукольника или кукольного театра. Разумеется, мы в этот день пригласили тех, кто с этими куклами имеет работу. Каждый день практически сталкивается, уверен. Доброе утро. Это у нас в гостях Светлана Дорошко, главный режиссер Краснодарского театра «Кукол». Доброе утро. Здравствуйте. И Борис Смелянец, артист-кукловод того же самого театра. Здравствуйте. Здравствуйте. И познакомьте, что за мадам такая. Это сестра герцога из спектакля «Звездный мальчик». Она такая серьезная дама, которая занимается воспитанием инфанта. Так прям передвигается, прям как дама солидная, правда. Солидная дама. У нее есть веерок такой. Когда она волнуется, она обмачивает себя этим веером. Так, Светлана, а у вас кто? А у меня вот кукла, система которой называется «Марионетка». Марионетка, ну сами знаете, это вот нитки, да, вага. Но это очень простая марионетка. И это «Гадкий утенок» из спектакля, как вы думаете, какого? Гадкий утенок. Прекрасно, прекрасно. Ура, мы вам гадали. Для вас потанцевать. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну вот тут управление попроще, да. А вот это, наверное, следующая кукла, может быть, чуть посложнее, да? Это, да, тростевая кукла из спектакля «Теремок». Волк, он такой бард, старый. Мы выгнали из стаи, ведь он мёрзнет. Оделся хорошо. Одиноко, пока не нашёл «Теремок», ему было одиноко, да. Это тростевая кукла, она посложнее. Там внутри есть такая машинка, с помощью которой поворачивается голова. Чем интересна эта кукла? У неё трость одна скрытая, а одна нескрытая. Скрытая, это значит, что трость, она же является предметом, на который отбирается кукла. А одному можно управлять или вдвоём лучше? Одному. В принципе, одному, но если что-то такое требуется серьёзное, какой-то там сложный жест или там движение, то может быть ещё и помощник. А если сравнить вот это управление, как? Тут, наверное, вообще легче, да? Тоже один. Нет, на самом деле, вот здесь у неё примерно тот же самый гапит, управление головой, также в спине, только вход другой. Здесь через спину, а здесь через низ. Хорошо сказал он. Мне довелось как-то погрузиться вот в внутренность театра кукол. Там множество, конечно, вариантов кукол существует. Я понимаю, что всё не принесёшь и не покажешь. В общем, есть что посмотреть, и посмотреть в том числе и на сцене. И есть ещё чем вам похвалиться, потому что ваш театр номинирован же на «Золотую маску». Расскажите, пожалуйста, там даже, по-моему, три номинации, да, у вас? Да, по-моему, три. Три номинации. Лучший спектакль, лучший режиссёр и лучший художник. Да, 28 марта театр вылетает. 29-го мы играем в Москве. Декорации уже уехали. А что за спектакль-то? «Хармс. Анекдота. Случай. Стихи». Да, это спектакль для взрослой аудитории, 18+. Вот, мы очень рады, что это начинание. Ну, то есть у нас в театре были спектакли для взрослых раньше, но как бы это было без системы особой. А сейчас у нас такая позиция, что мы раз в сезон будем выпускать именно для взрослой аудитории, чтобы они тоже имели возможность погрузиться в прекрасный мир театра кукол. Ну, а будете вот наращивать именно вот такой репертуар для взрослых? Потому что у нас-то сложилось представление, что это для детей, да, всё-таки театр такие кукольные. Ну, это, да, это произошло как раз в советское время, когда театр кукол стал неким таким политическим, способом политического воздействия на аудиторию. И как бы аудитория была, естественно, да, выбрана детская, потому что как ещё, вот через визуальное искусство, через театр, это наиболее продуктивно было. И поэтому построили такое количество театров в России. У нас же уникальная страна. Это единственная страна, где в каждом крупном городе есть крупный театр кукол. Не просто какой-то маленький, да, а именно прям здание, помещение, вот. И поэтому он превратился в детский в нашем сознании. Он превратился, он не был таким изначально. Да, театр кукол всё-таки изначально был придуман как развлечение для взрослых. Для взрослых. И на самом деле, почему дети, да, у детей всегда включена фантазия, они никогда её не выключают. Это мы, у нас работа, дом, быт и так далее, и так далее, и так далее. Мы для того, чтобы окунуться в этот мир, да, вот, каких-то образов, знаков, мы должны себя настроить. А детям это просто, они в этом живут. А театр... Кукол помогут настроить, да? Театр кукол, да, он изначально был для взрослых. У нас сейчас в репертуаре три спектакля для взрослых. Недоросли, Хармс, анекдота, случай, стихи. Пиковая дама, которая будет сегодня и завтра. И готовится огромная постановка «Мелкий бес». Это что-то феноменальное будет весь май, мы будем этим заниматься. А когда, например... Да, и кроме этого, для взрослых у нас есть экскурсии. То есть вот те взрослые, которые, ну, прям, интересно, интересно, а я думаю, таких немало, они могут прийти к нам на экскурсии. Да, с недавнего времени у нас в театре есть экскурсии, они различные. 4+, 6+, 9+, и 16+. Да, вот 6+, в чем разница? Разница в том, как и что мы покажем. Кому-то что-то покажем, а кому-то что-то не покажем. Вот сегодня мы немножечко поговорили о системах кукол. А вот там мы и детям, и взрослым рассказываем, что такое планшетная, кукла паркетная, мамуленги, тантаморески, тростевые, теневые и так далее, и так далее. Да, и, конечно, даем возможность самим почувствовать себя кукольником. Да. А вот взрослых, взрослых мы окунаем совсем в профессиональный театр кукол. Мы показываем, что такое сцена, какая у нас уникальная сцена в театре, потому что там есть свои секреты. Проводим экскурсию в цехах, в мастерских. Да. Рассказываем о том, как строится, ставится спектакль, какие этапы, да, от нарисования, как это правильно сказать, изготовления эскизов до изготовления... Можно я небольшую экскурсию прямо сейчас возьму, как правильно держать? Так, там палка. Нет, это не палка. Там ручка, да. Почувствуй машинку. Сейчас. Которую подойдет головой. Аккуратней, да. Привет! Ну, в общем, ты попробуй одна поуправлять. Если вернуться к «Золотой маске», то вот отыграйте спектакль, да, и дальше какой алгоритм, когда станет понятно, то есть, собственно, можете попасть или нет? Ну, в апреле. Я не помню точную дату, когда будет церемония награждения, но это всегда остается в секрете, до последнего держится. Ну, и, как всегда, конверт откроют и... Аллилуйя! Ну, дело в том, что сейчас идет фестиваль «Краевой», да, «Театральная весна», в котором наш театр тоже принимает участие, и вот там результаты будут известны, по-моему, 27 марта. День театра, да, скоро. День театра. То есть, мы сначала узнаем, что мы получаем. Тут, а потом что мы там. Да, 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 да. Ну, вот мы начали разговор с того, что сегодня такой день кукольного театра. Кукольника, у вас есть какие-то вот по этому поводу традиции отмечания? То есть, для вас это является таким профессиональным праздником, что вот, не знаю, там, кукол поздравляем каким-то образом? А, дорогая, будь счастлива. Спасибо тебе за работу. Ладно тебе! Нет, ну, никаких таких, я не знаю, лично у меня нет мероприятий отдельных. Я, например, считаю, что день театра, 27 марта, он вот как бы объединяет все направления. И принято вот во многих городах проводить какие-то городские акции и мероприятия в этот день. Поэтому в день кукольника мы как бы в своем мерке замыкаемся, да? Не ждем, ну, не то, что замыкаемся, мы просто ждем. Не замыкаемся. У нас сегодня будет много гостей. Вот сегодня с утра будет одна экскурсия, а вечером в 5 часов, если не путают, да, в 5 часов будет экскурсия 6+. Потом спектакль «Пиковая дама», то есть трудовыми годами. Поздравления коллектива, в принципе, на сцене. Да, 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 трудовые годы, да, этим и отмечаем. Ну что ж, спасибо вам большое. Поздравляем, тем не менее, и с сегодняшним праздником, и с наступающим также. Удачи вам в золотой маске. Держим за вас пальцем. Спасибо. Спасибо.